Когда добавляют еще у кого-то, как бы это ни парадоксально, у нас два мембора, один администратор и снова ВАС. Вы не находите, что здесь есть что-то похожее. С этим надо что-то делать. Я лично не хочу два раза набирать вот такую вещь при всем уважении к ВАСе. И у стойки есть решение для проблем. Оно называется shared example groups. Мы говорим, что вот examples, которые справедливы для любой group of people. И что community behaves like group of people и project тоже behaves like group of people. Очень нарядно. Почти без минусов. Об этом потом. И решает проблему, о которой я возникнулся. Теперь shared example groups достаточно очевидно помогает еще две проблемы. Первое, мы выбираем дублирование в тестах и найти общие кусочки поведения, которые на самом деле очень легко отразить в реализации в виде модуля. Поэтому мы придем попозже. Полный пример. Он реально не умещается в экран или будет очень мелким. Он лежит в репозитории. Вы его найдете. Далее. Теперь, как мы видим, у нас есть группы и есть shared example groups. Нам надо как-то между ними некоторое состояние shared. Первый шаг — это просто использовать instance variables. Shared example group имеет доступ ко всем instance variables, который есть в обычном example group. И на это есть отдельный пример в виде репозитории. Следующий пример — подумать, ну хорошо, зачем нам, собственно, скрывать конкретно instance variables. Давайте использовать метод model, который возвращает что-то. На самом деле это вопрос вкуса в данном случае. И через это обычно люди проходят после того, как наедятся с instance variables. Третий шаг — люди обнаруживают, что вау, в respect авторы тоже не идиоты. И они подумали над этой проблемой. И вместо метода model есть метод, который называется subject. Ему дается блок, и каждый раз, когда вы вызываете его в example, вам возвращается значение, которое в этом блокзале. Ну и последнее. На самом деле subject в большинстве случаев может даже опускаться. Продвинутый topic и сделано для еще большей читабельности. После этого обычно уже конкретно в этом месте улучшать нечего. Люди идут дальше. Вот как может выглядеть shared example group, если мы используем instance variable. Как я написал в комментариях, абсолютно не важно, что и как конкретно я проверяю, size или count, использую я супермодный матчер или нет. Абсолютно не важно. Вот что важно. Важно, что мы обращаемся к ней к instance variable model. Вопрос, куда она берется? Мы ожидаем ее от внешнего example group. Вот как это выглядит. В первом случае у нас model — это один объект, а в втором случае совершенно другой. Но для shared example group все едино. Пока у них один интерфейс, пока они ведут себя одинаково, мы можем реюзать для них тест. Соответственно, по ходу написания shared example groups и прочего приходим, что скажем, для групп людей. И получается примерно следующая игра, которую, я уверен, в том или ином виде вы воспроизводили 10 раз в 10 проектах и много раз думали о том, почему же так? Ну это же PHP практически какой-то, должен же быть выход. Буквально следующие методы. Memberships, member, membership of person. Предикат, проверяющий member или этот человек. Скажем, мы добавляем человека с никметцами, удаляем его. И у нас есть коллекция администраторов. То есть regular, y, t и p. Разрекает вопрос, а почему будем сделать модуль, который будет позволить нам шарить не только тесты, но и реализацию. Скажем, у него будет примерно такой API. Я специально сделал методы пустыни, потому что как конкретно реализован regular members или memberships, абсолютно не важно. С точки зрения тестов, и как я сказал, тесты для нас дизайн-инструмент, нам просто нужны одинаковые идеи. То есть shared example group обычно отлично показывает вам, где можно ре-юзать также и реализацию. Как в данном случае, например, shared example group group of people превращается в модуль trace group of people. Соответствие очень-очень четкое. Дальше. Представим себе ситуацию, что у нас есть, скажем, GitHub. На GitHub я могу зафолловить, я это все-таки не знаю, подписаться на репозиторий. Я могу подписаться на человека. То есть с точки зрения подписок репозиторий и человек абсолютно одинаковые. Теперь посмотрим, какие же контексты все это взяло. Начально, до подписки, после подписки, после подписки и когда потом мы отписались. Когда мы подписываемся дважды, например, и когда мы отписываемся дважды. Итого, если они идут одинаково, мы можем опять же завернуть их поведение в shared example groups, который в данном случае называется trace, pop, sub, topic. Потому что с точки зрения подписок и репозиторий, и person — это просто topic. Они предоставляют один набор методов, они ведут себя абсолютно одинаково. В внешней среде абсолютно неважно, что они отличаются, на самом деле, чем-то другим. И вот как может выглядеть модуль для этого. Все достаточно просто. Опять же, точное соответствие shared example group и какое-то общее поведение, которое мы увидели, вычленяя их из обычных example group, приводит нас к модулю реализации, который можно использовать не только для репозиторий по людей, в принципе, чего угодно, на все, на что вы хотите дать возможность или не подписываться. Следующий пример. Приватные и неприватные объекты. Опять же, какие контексты начальные, до публикации, после публикации, после публикации как-то тут же сделали on-publish. Итого, через тот же самый процесс сделали несколько контекстов, сделали это для двух классов, увидели что-то общее, вычленили shared example group, shared example group, пришли к модулю. Получается, что у нас есть publishable объект, который отвечает на следующие методы publish-unpublish, но вообще они не должны быть сбэнгл, потому что они меняют состояние. Прадикаты publish-to-public, реальные альиасы и правильно. Теперь, как все эти схемы пользоваться? Большую часть мы, наверное, выловили. Мы делаем в spec-outline обычный example group с контекстами, с пустыми или pending examples. Мы показываем его какому-то другому человеку, потому что он может нам дать отдельный совет. После того, как нам дали отдельный совет, мы улучшаем язык, может быть, мы где-то что-то не поняли, мы корректируем поведение, и мы пишем сами examples, которые проверяют, что поведение такое, которое нужно по одному желательно. И по ходу этого практически параллельно, шаг за шаг, мы пишем реализацию, ничего нового. Потом мы вычленяем shared-example groups. Вслед за ними практически сразу можно вычленять модули, потому что, как я сказал, обычно очень прозрачно. И как модули? То, что модули можно организовывать в библиотеке, достаточно очевидно. Я не понимаю, почему в сообществе люди не понимают, что shared-example groups можно организовывать в библиотеке, и тогда у вас случается в библиотеке тестов, что очень-очень здорово. Есть у них односотесты. Теперь, по ходу этой работы с группой из двух людей, скажем, со временем трех, получается, что вообще такая система отлично работает с людьми, которые где-то далеко, но они не работают с ленивыми пидорасами. С ленивыми пидорасами вообще мало что работает. Подход требует определенного уровня дисциплины, в принципе, как любой из-за древней девелопмент. У кого-то она есть, у кого-то ее нет. Подобный подход достаточно быстро меняет взгляды на вещи человеком, пользующегося, в лучшую сторону. Он начинает как-то адекватно видеть общее поведение, не пытается слишком… вычленять то, что ученять не стоит, не пытается дублировать. Точнее, не терпит дублирование там, где действительно стоит. Проблемы, на которые можно наступить, то есть, когда человек сидит и 40 минут пытается придумать очередной гениальный модуль и вообще ничего не сделает. Даже первый шаг. Не старайтесь вычленить что-то, если вы не видите реальное дублирование. Это путь в задницу. Если вы видите реальное дублирование, валитесь. Вторая проблема — это обобщение. Не только потому, что вы можете что-то обобщить, совершенно не означает, что вы должны это делать.